Итак, скажите об этом, не оценивая, просто так, как оно есть. Вот я плохо себя чувствую, вот вы, Владимир Иванович, кажется рассержены. Вот ситуация, по моему мнению, зашла в тупик. Очень важно не оценивать, не искать причину, а просто проговорить это. Поверьте мне, тот человек, который нашел в себе силы проговорить реальную ситуацию, вызывает наибольшее доверие. Его харизма несравнимо возрастает. Приемы активного слушания. На самом деле приемы достаточно известные. Большинство руководителей хоть раз в жизни бывали на тренингах, которыми преподают активное слушание. Эти приемы описаны в любом учебнике. Казалось бы, нет сейчас смысла и интереса подробно говорить об этом. Но на самом деле я хочу поговорить о другом. Я хочу поговорить о том, что мы часто слышим собеседника, но очень редко его слушаем. Все дело в том, конечно, в техниках продаж на самом деле об этом говорится. Говорится о том, что перед тем, как презентовать свой товар, нужно обязательно выслушать собеседника, что же ему нужно. Но на самом деле это как раз основа техники активного слушания. Для того, чтобы максимально убедить собеседника, как ни странно, не нужно доносить до него свою точку зрения. Это наоборот вредит. Для того, чтобы убедить собеседника, нужно разобраться в его точке зрения и поколебать ее. Поэтому в любом случае, любое взаимодействие следует начинать со слушания, с понимания этого. Вам, наверное, интересен тот факт, я часто говорю об этом на тренингах, когда спрашиваю, как вы считаете топ-менеджмент лучших компаний мира, лучших 100 компаний мира, более интроверты или более экстраверты? Более общительные или более слушающие люди? Очень интересно, что все думают, что они общительные, что за счет своей общительности они добились таких эффективных результатов своей карьеры. Но на самом деле все с точностью наоборот. Чем выше человек находится в иерархической лестнице крупной компании, тем более он интроверт. Он понимает, мыслит, креативит, размышляет, создает некие концепции, создает бизнес-планы, продумывает результаты. Но это находится внутри его головы. Он слушает подчиненных, делает выводы и принимает решения. Он не навязывает свою точку зрения, он взаимодействует. Поэтому очень важно слушать и начинать с этого. Ситуацией в любом общении, тем более в деловом общении, владеет тот, кто слушает, потому что он не совершает ошибок. Он понимает слабости и сильные стороны своего собеседника. Поэтому, пожалуйста, активное слушание. Эти техники ясны, они подробно изложены в приложении. Я хочу поговорить о другом. Нам часто мешает слушать более всего наша собственная точка зрения, а особенно наш постоянный монолог. Мы постоянно разговариваем с вами собой, мы постоянно убеждаем с вами собой. Я говорила о создании своей Вселенной, что это поможет уверенности в себе. Здесь то же самое. Для того, чтобы правильно слушать окружающих, нужно остановить собственную речь, собственный диалог. Для этого хороши техники релаксации, средоточения на определенном объекте, например, на своем дыхании. Тогда, останавливая внутренний диалог, вы можете более эффективно слушать окружающего. Я советую вам применять такие техники аутотренинга перед любым важным взаимодействием, перед любым ответственным мероприятием. Мы переходим от общих техник, от общих стратегий, общих тактик, конкретным инструментом, конкретным событием. Первый вид делового общения – это публичное выступление. Почему я поставила его на первое место? На самом деле, это самое волнительное, самое серьезное, самое важное, самое ответственное часто события в нашей жизни. Как персональный консультант могу сказать, что в большей степени меня нанимают именно на наработку навыков публичного общения, а на наработку коммуникативных навыков делового общения только в том случае, когда все уже совсем идет наперекосяк, когда уже конфликтная ситуация настолько стара и стойка, что ситуация зашла в тупик. Почему публичное выступление вызывает такой трепет? Даже один из основных страхов человека – это страх публичного выступления. Все дело в том, что публичное выступление – это всегда один против многих. В нашем древнем архетипичном понимании один против многих – это всегда риск смерти. Поэтому, выступая перед аудиторией, мы как будто всегда рискуем своей жизнью. Почему так происходит? Потому что в диком племени, когда одна особь находилась против всех остальных, это могло быть в ситуации, когда она больна и отстала от стада, и сейчас умрет в одиночестве, ее уже никто не сможет защитить. Это ситуация, когда стадо само изгнало ее, и это тоже сулит близкую смерть. Это ситуация, когда один самец стоит против другого. Один лидер хочет занять место другого лидера в стае. В этом случае лидеры всегда дерутся не на жизнь, а на смерть. Поэтому либо ты становишься лидером, либо ты погибаешь. Поэтому залогом публичного выступления, если оно трепетно для вас, становится инструмент той мысли, становится та техника, о которой вам сейчас скажу. Пожалуйста, внушите себе, скажите себе, ничего страшного нет, я в любом случае останусь жив, в любом случае я даже останусь здоровым. По большому счету ничего не произойдет, какое бы публичное выступление далее не последовало. Теперь, что же делать на публике? Что же следующее за тем, как вы поднимаетесь? Это создание положительного эмоционального фона. Конечно, начать нужно в себя. Вы уже внушили, что ничего страшного в этом нет, что публично выступать может каждый. Теперь вам нужно глубоко вздохнуть. Сделать глубокий вдох, это опустит диафрагму, пустит воздух в ваши легкие, расправит ваши голосовые связки, и сможете естественно и открыто говорить. Далее вы выходите перед публикой, остановитесь, немножко помолчите и встретьтесь взглядом с аудиторией. Это важно, это наладит контакт. Потом вы можете говорить. И начать нужно с налаживания эмоционального фона. Конечно, нужно, необходимо представиться. Представьтесь. И потом сразу же говорите комплименты, сразу же говорите благодарности, сразу же говорите хорошие, добрые слова, чтобы все почувствовали себя радостно, спокойно, счастливо и были настроены, направлены на ваше будущее выступление. Вступление. Вы можете предварить, немного предварить эмоциональный фон, налаживание эмоционального фона вступлением. Можете продолжить. Если вас никто не представлял, вы можете начать с представления, а потом эмоциональный фон. Во вступлении очень важно сказать следующее. Кто я? Мы уже сказали про это. Очень важно сказать, зачем я сюда пришел. Просто так позвали, и сам не знаю, за что стою? Или вы действительно хотите достичь каких-то результатов? Объявите их, какие результаты вы хотите получить сами. Но обязательно, очень важно сказать, что вы принесли публике. Помните установку эгоцентризма? Вот я такой пришел, вот для себя я все делаю. Но на самом деле человеку совершенно не интересно слушать о вас. Совершенно не интересно слушать о вашем целях, слушать о вашем опыте. Человеку интересно слушать о себе самым любимым. И поэтому гораздо важнее и гораздо интереснее ему будет слушать о его собственных чаяниях, о его собственном счастье или несчастье, проблемах или задачах, точках уязвимости или пути развития. Пожалуйста, сформулируйте всю дальнейшую свою вещь именно так. Что она может принести людям? Говорите в их формулах.